Два ящика помидор, пятерки, сексуальную сделай, пожалуйста. У меня нет ощущения, что ты иностранец. Я жил в Сирии, я видел это своими глазами. В Сочи тогда, когда ты приехал, и в Сочи сейчас. Все идеальные, все красивые. Ты чувствовал себя здесь, чужим. Очень важный момент, принять это все. Сирия действительно многонациональная и многокультурная страна. Ну, в общем, так же, как и Россия. Везде есть хорошие люди, есть плохие люди. Но это не связано с нацией. Я прилетела в Сочи для того, чтобы развеять самые популярные мифы об этом городе. Итак, миф номер один. Сочи супер популярный для туристов город. И здесь в любое время дня и ночи очень много людей. Ну, как вы видите, это неправда. Итак, миф номер два. В Сочи очень много кавказцев. И если включить им музыку, то они начнут танцевать лесгинку. Хм, проверим. Еще людей теперь найти. Между прочим, я в центре города. Вижу одного. Здравствуйте. Это мы и они на выезде. Пойдем. Пойдем. Мсалам, Карказан. Сирия. Сочинский шарм шеф Амазка оценил не сразу. Поработав в Саудовской Аравии, Дубае и Ордании, Муса попал в Россию в разгар подготовки к Олимпиаде, но не выдержав стройки века, переехал в Норвегию. Там шеф быстро понял, настоящие перспективы его ждут в Краснодарском крае. И не ошибся. Здесь Муса – местная звезда ресторанного бизнеса, заботливый муж и отец. Уверен, что живет в Сочи свою лучшую жизнь и мечтает убедить родных братьев переехать к нему из Европы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Насалам, мы с тобой находимся в каньоне Псако. И я надеюсь, мне удалось тебя удивить, потому что это, конечно, невероятная красота, которой уже, я думаю, тысячи лет. Честно говоря, я не знал, что вообще такое место здесь, в Сочи, присутствует. На протяжении столько времени, 12-13 лет, я ни разу не был здесь. Первый раз ты приехал в Россию в 2010 году, в начале вооруженных конфликтов в Сирии? До конфликта и до Олимпиады в Сочи. И было здесь строение, пробки. Я помню, что в пробке я стоял по два, по три часа. Очень сложно было. Все, я не мог. Тогда ты еще не думал о том, что ты будешь здесь жить? Не думал. Не было даже вообще ясной картинки. Цель была поехать, посмотреть, понравится, понравится, не понравится. Делаешь выводы и принимаешь решение. Приехал, поработал 7 месяцев и уехал. Потом проанализировал за это строение, которое меня мешало. Я понял, что это будет временно. Рано или поздно это закончится, потому что в 2014 году должно быть уже масштабный проект здесь, Олимпиада. И понял, что в 2018 году еще будет футбол. Ясно, что есть перспектива. И в 2011 году, когда уже начался конфликт, я принял решение, если меня приглашают обратно, я поеду. Но я знаю, что первое время, когда ты только переехал, ты чувствовал себя здесь чужим. Да, было. В чем это выражалось? Наверное, это на подсознании происходит, на внутреннем уровне. Человек, который приехал в другую страну, не знает язык, не знает ментальность, не знает, как себя вести с этими людьми. То есть он может делать некоторые вещи вроде нормы, но он на подсознании не ожидает, какие реакции будут. Поэтому он иногда исключает любые действия и любые общения, отношения, чтобы не получил какую-то реакцию неподходящую. Я помню, что один раз зашел в аптеки, хотел пудру купить. Я не знал русский язык. В аптеке мне предложили либо презерватив, либо воягро. Вот это для меня было удивительным. И я не мог донести информацию, чтобы они меня поняли. Но почувствовал себя чужим. Не было такой реакции, что я видел от людей, что я чужой. Просто... Ты чувствовал? Это я почувствовал. Это мое восприятие. Но они в этом не факт, что участвовали. Я долго жил, около 5 лет. У меня было всегда это восприятие, что я чужой в этом городе, в этой стране. Спустя 5 лет я уже вошел. Если, например, сравнивать в Сочи тогда, когда ты приехал, и в Сочи сейчас, это два разных города? Изменения максимально быстро происходят. В плане развития развития. Помнишь, в Дубае был такой прям быстрый качок, да? Прям быстро поднималась, закламировали, и пошла вот эта цивилизация очень быстро. Так же здесь происходит. Очень быстро все развивается. Я знаю при этом, что очень многие сирийцы, которые бежали от войны, они переезжали в Европу. И твои братья, в том числе, тоже переехали жить в Европу. А ты никогда не думал переехать туда? Я думал. Я даже спустя 5 лет в Сочи принял решение, что мне сложно реализовывать себя здесь. Я уехал в Норвегию. И я там принял решение вернуться сюда. Как раз мой отъезд туда, это был повод для того, чтобы проанализировать, как мне надо быть здесь, как войти, как себя вести просто как есть. Снять вот эти все ограничения, что я чужой, я вернулся сюда. Муса, это как раз тот рынок, где ты закупаешь продукты. Я знаю, что это самый популярный рынок в Сочи. И тебя здесь все знают. Мы идем, и ты суперзвезда, нам кричат. Я прихожу к каждому. Что-то кусок сыра, что-то апельсин, что-то мандарин. То есть... Пришел и наелся. Да. На рынок, на самом деле, происходит образ жизни. Я могу себе позволить брать закупщик, но я не могу жить без этого. Приходить, пообщаться с людьми, разговаривать. И очень красиво, что идет очень хорошее развитие здесь. Просто я знаю, что раньше очень часто шефы заказывали, то есть они покупали что-то локальное и очень много заказывали чего за границей. А сейчас все можно найти местное или все-таки ты как-то пользуешься? Все можно найти местное, но у меня есть свое понимание к определенным продукциям, которые на сегодняшний день я не могу физическом их найти. Я их из Сирии заказываю. Оливковое масло, нут, кунжутная паста. Здесь как бы считается очень дорогой помидор. А тебя там настолько знают, что ты вместо продавца уже ходишь? Ну, конечно. Я захожу везде. Мне надо все щупать, все трогать, все проанализировать, выбрать. А что это за помидоры такие особенные? Это розовый томат, кабардинский, кабардинский парадайз. Попробовать можно? Где бы я не был, такого помидора розового, именно что в России, не видел нигде. Берешь, не жестко, не мягко, средно, нарисовано, все четко. Вот это стоит на месте, вот это на месте. Открываем. Семочки, зелененькие. Помидор в холодильнике не хранится. Ни в коем случае он должен, мы его берем пожестче, чуть-чуть, такой зелененький, и он на кухне уже набирает чуть-чуть тепла. А если оно у тебя хранится в холодильнике, тебе должна его вытащить, поставить на кухне часик, пока он нагреется, и потом нарезать его. А вообще, как происходит работа шефа в других странах? Вот ты в разных странах работал, там всегда продукты местные или очень много заказывают? В Норвегии, например, такие хорошие, скажем, фрукты, овощи, там дороже, чем рыба, дороже, чем мясо. Был в Саудской Аравии, был в Аравийских Вемаратов тоже. Они закупают из Сирии, Иордании, Египте, Турции. Потому что там тоже климат жесткий, и такие продукты получить сложно. Два ящика помидор, пятерки, сексуальную, сделай, пожалуйста. я тебе скажу честно, вот мы здесь ходим и у меня нет ощущения, что ты иностранец, как бы местный. но уже вписался, сколько? Они уже за своих меня принимают. Но очень важный момент принять это все. Потому что пока ты не принимаешь это общество, это общество тебя не принято. Что значит принять? чтобы не было вот этот граница, стесняться. Это можно, это нельзя. Будь таким, как ты ешь. Чирчхелла, прекрасная. Здравствуйте. Любим еще? Возьмем, да. Какая самая вкусная? Мне кажется, самые традиционные это с гранатом. Я люблю больше всего собирать. Инжир внутри, грецкий орех. А я вот такой хочу и такой. Скажите, Чирчхелла много не бывает, да? Да. Старик, это уже мой друг почти 5 лет. Грибы у него хорошие. Как мы узнаем, грибы хорошие дни? Открываем здесь. Чем темнее вот этот внутри, тем риск, что она не доживет. Чем она посветлее, тем это хорошее качество. Все удивляются, что я его ем суролей. Ребят, если на этом выпуск закончится и на ютубе вы больше ничего не увидите, знайте, это был шампиньон. Нет, ни в коем случае. Расскажи, а есть какие-то продукты местные, которыми вот ты особенно гордишься? Здесь же на нашем юге есть все. Здесь у нас делают вино, и чайные плантации есть свои. и делают прекрасный сыр, и овощи, и фрукты, и все свое растет. Вино на протяжении вот этих последних пять лет я очень сильно замечаю, как растет уровень вина, как он закладывается вообще в культуре, и как люди в России в целом переходят с этого крепкого алкоголя, пьяно, пьяно, ну, как бы жесткая вот эта история, что происходит с крепким алкоголем, переходит на более культурный уровень вот этот винца. В России очень развивается именно вот это производство вин. Ты действительно увлечен российскими виноделами и российским вином, поэтому я привезла тебя на семейную винодельню. Их, к сожалению, в Сочи не так много, но в целом в Краснодарском крае их достаточно. Я не знаю, откуда это у меня заложено, но мне нравится вообще вот эта история, вот эта культура. Я, как человек, который ищет это, во-первых, для мой бизнес, во-вторых, для сравнения, например, на чем может быть Италия, скажем, способна в вине и что в России. А есть у нас какие-то товары или продукты, которые высоко ценятся за рубежом, но здесь, в России, мы пока до конца их ценность не осознаем? Для многих мясо, русское, но как бы нехорошее мясо. Я хочу говорить, что они ошибаются. Турция на сегодняшний день, она покупает российское мясо. Европа, даже вот после санкций я видел мясо российское и колбаса, и молочка в Европе, российское с описанием русское. арабских и маратов то же самое скупает мясо из России, Китая скупает. Это что я видел и с чем я столкнулся. И я уверен, что много чего российского продается за границей. У меня для тебя есть еще один сюрприз. Какой? Мне кажется, должен попробовать самую настоящую древнюю традицию всех виноделов. Догадываешься, какая? Нет. Это Роман, владелец семейной винодельни. И сегодня он расскажет нам о ритуале, который существует, насколько я понимаю, просто уже тысячи лет. Виноделье более 9 тысяч лет назад началось. И началось оно с давления винограда. И вино это продукт не только винограда, не только химического составляющего, но еще и настроения. И поэтому давили виноград только в хорошем настроении. Господи, боже, просто. Кто заходит первый? Я вам скажу, холодно. Женщина всегда вперед же. О! Ну! Надо, типа, надо с хорошим настроением, там все дела. Только с хорошим настроением. Странные ощущения, но это прикольно. Это весело. Муса. Несмотря на то, что Сочи географически это Краснодарский край, но исторически этот город принадлежит скорее к Северному Кавказу. И менталитет здесь, он все-таки немного отличается от общероссийского менталитета. А как ты считаешь, менталитет в Сочи похож на сирийский? Ну, что-то похоже есть по-любому. Здесь все-таки достаточно расслабленные, медленные, то есть не то, чтобы сильно люди хотели здесь работать, понимаешь? Возможно, здесь медленный все идет в плане отношения людей к работе. А в Сочи нету еще достаточного населения. Когда становится более миллионный город, тогда появляется конкуренция. Правильно ли я понимаю, что когда ты принял решение окончательно переехать в Россию, то у тебя уже был план действий? Расписан причем на бумаге, на арабском. А это какая-то черта сирийцев планирование? Иностранцы говорят, что мы русские не очень умеем планировать и чаще всего делаем все на авось. Нет, я ошибаюсь, я с ним не соглашусь. У русских очень все запланировано. Просто это был такой возраст, где нужно уже действовать. И я задавал себе вопрос, где я вижу себя через 5 лет? Это когда мне уже 30 лет. я понял, что нужно уже запланировать и по плану идти к своему цели. Я не знаю, откуда это прошло, но я в целом люблю жить в режиме, люблю, чтобы у меня было все расписано, чтобы у меня был план действия. Мусам, я знаю, что ты живешь на высоких скоростях, у тебя каждый день невероятное количество дел, рестораны, дома, семья, дети, куча забот, и тебе не всегда хватает времени на то, чтобы отдохнуть или просто походить, подумать, что называется. Поэтому я привела тебя в такое классное место, чтобы ты мог в любой момент всегда приехать сюда и насладиться этим прекрасным видом, шумом моря. На самом деле, реально открыло место. Я не знал, сколько я живу в Сочи, не знал такое место. Скажи, ты любишь море? Я в одной статье прочитала, что в мусульманских странах якобы люди не так уж сильно любят море. Не принято вообще в культуре ездить, купаться, особенно с женщинами, конечно же, выходить на пляж. Нет такого, что люди не любят море, потому что мы состоим вообще из воды, состоим из песка, поэтому как бы мы с этим связаны. Но есть рамки определенные, например, что Косяево море. Ну, например, купальники у нас чуть-чуть по болезе критии. Если я мужчина, вижу, что женщины плавают там, я не подхожу. То есть мужчины на стороне, женщины на стороне, чтобы не было никакие конфликты, не было никакие разные понимания. Дети, соответственно, с женщинами, да? Дети с отцом всегда, с отцом, потому что... Даже если дочки? Не важно, они должны быть с отцом, потому что защитник, и он более может быть ответственны к этому и реагировать лучше, женская логика. Да, у нас мусульманская страна, но она более цивилизованная, потому что, помимо того, что живут мусульмане и живет очень широкая подборка веры, нации очень разные. Сирия действительно многонациональная и многокультурная страна. Ну, в общем, так же, как и Россия. Да. И здесь, в России, можно увидеть православный храм, тут же мечеть, тут же где-то недалеко буддийский храм. Я знаю, что какое-то время ты жил в Саудовской Аравии, где нет такой разноплановости непосредственно в религиях. Я помню один момент, люди, которые их приглашают, то есть приглашают, например, люди из Филиппина, да, имя Майкл. В обществе его не называют Майкл, чтобы это имя не распространялось. То есть, если он работает, работает в Саудовской Аравии, вот в коллективе, да, люди, которые его приглашают, его называют другие имя, более арабское имя, более мусульманское имя. У нас работал Майкл, его звали Мухаммель. Очень классно, что в России есть баланс. Мало кто зацикливается на нации, мало кто зацикливается на веру. Что мы будем готовить из сырого места? Баклажан секси это самое популярное блюдо на сегодняшний день в нашем заведении. У нас есть два огурца, я один порежу, покажу, как делаем. Что, сможешь? Ну, посмотрим. Только, пожалуйста, нож очень острый и нужно аккуратно, очень аккуратно. Расскажи, как вообще выбрать хорошее мясо? Это свет, это мраморность. Мраморность это когда есть белые прожилки, правильно? Что ты сейчас там будешь делать? Ты поставил сковороду. Сейчас я добавляю туда винюксус и рис туда его разогрею и дам возможность рис, чтобы он впитывал. Рис уже вареный у нас? Да. Мусат, ты ведь не сразу открыл свой ресторан. Сначала ты приехал и работал здесь как шеф. Да. Как повар, потом как су-шеф, потом как шеф. Как шеф. На первой своей работе ты достаточно быстро разорвал контракт, потому что тебя что-то не устраивало. Да. А что было не так и чем отличалось от других стран? Когда я приехал сюда, у нас работа в Сирии 8 часов. Я всю жизнь работал в день 8 часов. 5, 2, 6, 1, 5, 1, вот так. Когда я приехал сюда, вот этот момент я его не отговорил. Но я просто думал, что везде по 8 часов. А по сколько часов ты здесь работал? По 12 часов. Это было 6, 1. И я отказался. В России часто работают по 12 часов? К сожалению, да. А твои ребята на кухне по сколько работают? 10, 12 позже. Да. То есть я без удовольствия сделан, но здесь видимо все налажено именно так. Хотя по трудовому законодательству все должны работать именно 8 часов. Ну это в случае ну они же дополнительно работают. дополнительные часы это же оплачиваемые. Я поняла. Интересно. Это будут жареные огурцы? Нет, это огурцы не жареные. Они должны хрустить. Чуть-чуть подсаливаем и чуть-чуть перчат. А это какое-то сирийское блюдо? Это мое блюдо любимое. Кто приготовил? Мы и они вместе. А в Сирии вообще люди знают какие-то русские блюда? А я знал. Борщ я знал в Сирии. И Оливия тоже знал. Он у вас как русский салат называется? Называется русский салат. Салат по-русски даже. Берись с боку с желтком. И с вот тогда я тебе покорю. Ты не возражаешь? Нет. Давай, давай, давай. Русские любят это блюдо? Вообще культура сурового мяса мало распространена. Но в последнее время я обратил внимание уже заходит. А как ты считаешь есть какое-то русское блюдо, которое готово конкурировать на мировом уровне? Молочка российская. Она конкуренция. Даже больше, чем мне кажется, нету конкуренции. У нее очень широкий фон и очень востребован. То есть я когда в Сирии работал в таких итальянских ресторанах, есть некоторые колбаса, которые это должно было быть именно из-за России. если говорить об имидже страны, то мне кажется, мы в этом тоже с сирийцами очень похожи. В большинстве стран мира идет антироссийская пропаганда. Достаточно открытая. И, конечно, люди вообще не так воспринимают Россию, как есть на самом деле. И в этом плане к сирийцам тоже не очень хорошо относятся. очень многие боятся сирийцам. Несмотря на то, что вы очень добрые, открытые люди, страна с великой историей, то до арабской весны вы действительно были процветающим государством. Как мне кажется, мы в настоящий момент здесь, в России, очень много делаем для того, чтобы ломать эти стереотипы по всему миру. А сами сирийцы что-то делают? Смотри, я знал, что я не буду в Сирии жить, потому что я люблю путешествовать, жить в разных странах, но России вообще не было в планах. Абсолютно. Я даже знаю о России, знал о России только Санкт-Петербург, Москва, архитектура, танцы, теннис. Вот это все, что я знал о России, и я думал, что Россия везде холодна, везде, но и летом, и зимой, и минус. Когда я приехал, было других картинок, которые я себе нарисовал, безусловно. Я был в Европе буквально недавно, 4-5 месяцев назад, и даже у меня был такой скетч, я хожу по навигатору, и вышел из пешеходной зоны, зашел на трассу, потерял дорогу, не знал, как добраться, полиция, остановили меня, посадили в машине, начали записывать протокол. Один из них очень агрессивно себя ввел, потому что у меня здесь сирийский флаг. Он думал, что я сирийц. Я ему подал паспорт, он берет и спрашивает, ты из России? Я говорю, да. И он останавливается, не пишет, не записывает протокол. И говорит другу, слушай, может, нам это не надо, давай его повезем на какую-то остановку, посадим его там и поедем дальше. Они отвезли меня из-за того, что я русский. То есть, наоборот, русские, у них уже более статус определенный, то есть, сильный статус, денежный статус, люди, которые могут себя позволить. А как к сирийцам относятся в Европе? Давайте все по-прозрачному. Сирия очень слабая страна стала вот эти 10 лет, потому что это было интересно многих, чтобы разрушить там культуру. У нее было время, очень большой рост, очень перспектива, и это опять создает конкуренцию, потому что Сирия тоже была очень промышленная страна, многие производства, много потенциал, много хорошего продуктов, много хорошего, даже одежда высокого уровня. Для жизни у вас очень много было. Это бесплатная медицина, это и большие пенсии были, и бесплатный проезд, и бесплатное образование. Ну, то есть, очень много же было. Я это ощущал, то есть, я жил в Сирии, я видел это своими глазами, как, например, на сегодняшний день Россия растет, также у нас был очень большой рост. Кто-то мне говорил, что Сочи занимал 30 место в мире по недвижимости, да, по стоимости. По стоимости. У нас с 2008 года в Сирии, в Дамаск, самая большая недвижимость в мире. То есть, и вот арабская весна, которая пришла, разрушила все? Разрушила все. Из Сирии хлынул большой поток в Европу, я так понимаю, что европейцы плохо как раз-таки относились. они смотрят на этих народ как минимум 3-го класса. Как минимум. Если не 4-й класс. Хочешь, не хочешь, культура там разрушилась. Человек, который жил в таком агрессивном окружении, его взять, поставить в других цивилизациях, ему нужно время адаптироваться. И, соответственно, он может реагировать по-разному, пока он не войдет в это все. Расскажи, как русские к тебе здесь относились? Очень хорошо в целом. Это все от нас зависит. То есть, где бы ты ни была, это от тебя зависит. Если тебе контакт, ничего, если... вот это восприятие поменяешь, что ты не чужим. Я, например, с этим не соглашусь. Объясню, почему. Потому что, если, например, ты приедешь жить в Лондон, то каким бы ты суперконтактным ни был, ты все равно не британец. И ты всегда останешься чужим. Я соглашусь с тобой. Они смотрят на темных по-другому. Они смотрят на других вера по-другому. Я прекрасно понимаю, что ислам еще они пропагандируют так очень ужасно. Я не отобещаю, что везде есть хорошие люди, есть плохие люди, но это не связано с нацией. Видимо, у них политическая система, она именно создана для этого. Вот здесь нету такого отношения к мусульманам, например, агрессивного. Я это не чувствую. Если я тоже подбью мусульманин, я бы даже сказал, преимущества они относятся к мусульманам очень хорошо, очень хорошо, потому что знают, если мусульман, но не обманут, не врет, не кидают максимально по-человечески. Опять, это не все. А если, например, сравнивать условно тебя и твоего брата? Вот ты живешь здесь в России, а он живет в Голландии, вы плюс-минус в одно время уехали из Сирии. Кто добился большего успеха? Успех в чем? Вот, что я с тобой познакомился, это для меня успех. Что у меня семья, это тоже успех. Что у меня хорошие друзья, тоже успех. Если акцентировать внимание на успех в бизнесе, нет, у меня как бы здесь более повищенный успех, потому что у него нету бизнеса, если именно касаемо бизнеса. Он тоже успешный в плане на семейном уровне, ему нравится жить, ему устраивать много чего. У него есть доход, который он считает, что это все, что ему нужно. Он живет в съемном квартире, и когда он мне озвучивал эту сумму, я чуть не офигел. он платит 700 евро за квартиру в месяц, а за коммуналку 800. Я даже боялся в снух из лучшего, сколько я за свой ресторан плачу за антитричество. Потому что это меньше, да, в разы? Да, на ресторан я трачу меньше эту сумму на самом деле. Сколько он зарабатывает примерно? Так, чтобы понимать, какую часть зарплаты отдает? Смотрите, он зарабатывает, как я понял, в районе 6 тысяч евро. В месяц? Да, но он 50% отдает налог. 50. Остается 3 тысячи? 3 тысячи. Полторы отдает за квартиру, и на полторы тысячи живут? И у него трое детей? У него трое детей. Ты ему говорил, чтобы он переехал? Я ему предложил, но он летом приезжает как гост, обещал. Я постараюсь его впечатлить и донести ему, что здесь нету такого недоступного, что у них доступно. Как-то раз в своих социальных сетях ты написал о том, что любовь нужно выбирать не умом, а сердцем. А Россию ты выбрал, потому что у тебя здесь все классно сложилось с бизнесом, или все-таки ты выбирал сердцем и душой? Один другому не мешает, мне кажется. Это, как сказать, дополнение. И логично выбрать, и перспективно, и практично. Мы тоже душой относимся к всему. Душа либо лежит, либо не лежит. Безусловно, душа, наверное, легла, и нужно было выбрать. Может, отсутствовал в тот момент просто подход, как нужна эта любовь, его расти. Как русские говорят, любовь хлеб не кормят, или как? Любовью сыт не будешь? Для жизни не только любовь нужен, нужен еще много чего. общения, понимания, надежность, стабильность, доходы. 24-й год в России объявлен годом семьи, и Россия в том числе подарила тебе семью, у тебя есть прекрасная жена и двое детей. Ты знаешь, у меня было интервью с одним сирийцем, он мне сказал, что для сирийца иметь русскую жену это вот прям честь. Это преимущество, качественное преимущество. Для нас понимание, что красивее русских не бывает. Русская женщина это самая красивая. И какой я счастливый, да? Никогда об этом не думал, что я могу жить в России. еще у меня сложилось такое обстоятельство, что я контактирую с огромным количеством женщин, и причем они все идеальны, все красивые. Двер у тебя закрытие, Марин. Что закрыто? Открытие, закрой. Марин, очень приятно с тобой наконец познакомиться. я не просто так привела вас сюда. Это мне кажется одно из самых известных мест в Сочи. А на самом деле именно вот в этом месте зарождалась наша любовь. Мы познакомились здесь, мы гуляли очень часто. Наши первые свидания вообще на набережной происходили. Вы, конечно, такая огненная пара. С одной стороны сириец, с другой стороны как вы вообще уживаетесь вместе. Понятно, что сложно, когда два человека такие, у них повещена вот эта планка эмоциональности. Ну, когда мы с тобой познакомились, все было совсем, конечно, не так. Счастливо. был языковой барьер у нас, он меня не совсем понимал, он хотел мне просто выразить свои чувства, я помню, как он открывал мне словарь, показывал, ну, слово, давай, переведем. Он изменился, мне кажется, я повлияла вообще на его жизнь. Я не изменился, я раскрылся просто. Смотрите, в любом случае я вырос в такую страну, где, например, у женщины есть свои рамки, что я видел в своих сестре, что я видел в маме, что я видел в подружке. А что это за разница просто хочется понять? Ну, допустим, даже в одежде, еда, вот все у нас как бы, ну, мы со временем пришли к тому, что вот, допустим, раньше я вот одевалась немного, ну, как, откровенно, ну, короткие платьишки, там, ему это не нравилось. Он меня просил поменять гардероб, не одевай это платье. Даже вот я на пляж приходила, и он мне говорит, ты в купальнике, закройся, ну, то есть, ему это не понравилось. Он говорит, больше, пожалуйста, не приходи на пляж. Ну, естественно, у нас вот эти моменты, разногласия были. Это потому, что у нас не так распространено, на самом деле. И, ну, я потом вошел в этом. То есть, я уже, когда находился здесь, я понимаю... Ты вошел даже более чем в это все. А в семье как произошло? Ну, то есть, условно, Муса пришел и говорит, все, я мужик, ты будешь сидеть дома, а я буду зарабатывать. Ты можешь это рассказать, детали? Нет. Ты можешь детализировать? и я говорю, я мужик. Я хочу, ничего не скрыть. у нас максимально нестабильное отношение в начале было. И даже до сих пор. И мне кажется, вот этот нестабильность, это баланс. Реализовать, создать, доказать. Вот этот, как вы говорите... он очень долго меня добивался. Человек оказался очень надежным, трудолюбивым, заботливым. Можно насчет заботливым? Я еще позаботился сегодня. Смотри, насчет заботы. Букет раньше были побольше, любимый. Это что-то... Были побольше. Я тебя поцелую. Мусай недавно смотрела интервью одного известного российского психолога. И он говорит о том, что для того, чтобы женщина всегда оставалась желанной для своего мужчины, ей нужно быть непредсказуемой. Он прям так и говорит. Ну, пошла, цвет волос поменяла. Или взяла один день, домой не пришла, у подружки осталась ночевать. Вот эта техника работает только с российскими мужчинами. Как вообще в Сирии бы отреагировали на подобного рода сюрпризы от женщин? Мне кажется, женщина это всегда на генетическом уровне. Она непредсказуема. Ни одного мужчины ее не выучит до конца, какая бы она ни была. Просто я озвучила такие две действия, которые жена может сделать. Мне кажется, это минимум, что может женщина тебя удивить. Я уже 12 лет каждым днем удивляюсь. Марин, ты как считаешь, почему русские или российские женщины выходят замуж за сирийцев? Я думаю, в сирийских мужчинах, и наших, кавказских, чувство долга перед женщиной, ответственность. вот я даже вот сейчас просто не могу в мыслях допустить, что муса может меня оставить с детьми, с двумя детьми и уйти. А вот русские мужчины не могут. Они могут оставить с детьми и уйти от женщины. И причем не помогать, не обеспечивать. А тут совсем по-другому. Нет. То есть какой-то на глубинном уровне другое отношение к женщине и детям. У нас жениться это вообще целое дело. То есть не дай бог жениться в Сирии. Там все делается в пользу женщины. Очень затратный объект, очень затратный морально, физическом, финансом, во всех направлениях. Очень затратный. Я помню своего брата родной. Он пять лет был в отношении, но просто в общении и должен содержать еще все это время ее. Естественно. И если, например, все вышли замужем, на свадьбе все он организует, отвечая за все. Если развод, вот этот мужчина вынужден выплатить жену очень огромную сумму, если у нее детей, содерживать ее детей официально и содержать ее, пока она не видит замужем, чтобы она проститутка не стала. То есть здесь я поддерживаю эти моменты, потому что обязует государство ее содержать. мусам, у меня осталось три вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готов? Готов. Три главных качества русской души? Практичность, уверенность и отношение к себе. Я смотрю на русский, к себе хорошо относятся. Некоторые называют это эгоизм, но я считаю, что это здоровье эгоизм. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Во-первых, я не могу привыкать к холоду, поэтому, слава богу, что в Сочи это точно я не привыкну. Видеть некрасивую женщину в России это непривычно. То есть я мало, не могу привыкнуть. Блин, нету больше. Не знаю, что... Что русскому нужно для счастья? Собрать семью, поехать как минимум на шашлыки в горы. Вот один день получит удовольствие и месяц заряжаешься. Спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Крекрасно. Спасибо тебе большое за наш откровенный разговор. И несмотря на то, что мы активно сравнивали разные страны, я думаю, что все-таки главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Безусловно. Есть еще наоборот такая приговорка, но я ее отрисяю, потому что на самом деле хорошо, где мы есть. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Ну и конечно подписывайтесь на нашу группу ВК и Телеграм-канал, ведь все, что не вошло в основной выпуск, теперь будет там.